итак здравствуйте сейчас мы переходим к приемам разминания массажным приемом именно шеи а на самом деле я ее не отделяю от лопаточной зоны плечи лопаточная такая воротниковая такая зона по сути занимает вот этот отдел в принципе голову тоже сюда включает поэтому мы его открываем просто не после другой процедуры помните вообще это все у меня входит в массаж спины от макушек головы заканчивание ягодиц до сюда то есть мы до этого сделали в предыдущих предыдущих сетах наших массажных спину и переходим к шее поэтому кроме и я вообще рекомендую подкладывать даже если есть дырка все равно руки под лоб бомб на руки человек не умещается до может сдвинуться сюда пониже для чего под лоб все-таки они под они в дырку вот ведь потому что максимально открывается расширяется шеи в этом дырка в этом в этом деле я не очень люблю хотя кому как смотрите сами кому как удобнее если человек заказывает только эту зону да то соответственно мы с ним уже и начинаем также начинаем с лопатки масло пахнет такое жидкое белесое немножко вытягивается на хорошо температура тела быстро тает вот для обработки лопатки все-таки эту руку сначала опускаем голова также лежит на руке про лопатку быстро просто не проделаю заострить него не буду у нас есть много других видео уроков по поводу того как мы работаем с лопаткой да очень сетер самым бьем который без пилота более на коротком расстояние непосредственно здесь вот видите мы шею уже затрагиваем да если помните но сказать видите все при плече работа да только с ротацией такой я стараюсь вот эти мышцы вот почему мы делаем массаж перед мануальными всякими коррекциями мануальные процедуры мануальной терапии потому что нужно сначала подготовить человека обязательно вообще в любых случаях на холодном сфере власть на не работать эта техника вашей безопасности ну люди будут разные бывают ну вообще просто расслабленные по жизни или укуренные еще каким-то любым любым другим способом после психотерапевта или медитации они полностью расслаблены в принципе можно сразу с такими работать но как правило просто я по человеку сразу вижу кому может делать кому нельзя делать массаж он подготавливает мышцы размягчает их если помните мы сначала работаем с поверхностной частью с кожи на потом все глубже 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 заходим уже глубокий слой мышц плоть до миофасциальных фасций фасеточных суставов глубоко есть такой прием шеи сразу не отходя от кассы значит ходят кассы дело в том что когда мы работали со спиной да вот я стоял возле тела петербурган телу до часть немножко поцелек игрался в развернулся вот в этой зоне да получается и также не отходя от этой зоны не переходя на другую сторону с работы там со стороны головы я сразу же начинаю мышцы шеи разминать достаточно глубоко ну вот такой вот сообразно движение до обоими руками можно пройтись одной рукой плечи на сидел на и вторую куличу подаю подают валют его можно кулачком . может подавать раскрываем плечо еще больше сюда мы делали понимаю его но этот прием да да правильно что повторяешь это вот лапа леопарда да так мы сделаем шести рунки такие по очереди вот получается получается она очень хорошо ложится на всяких округлых поверхностях например отрубление здесь плеча до со стороны вот мы будем работать вот эта часть шеи да на пятки да на пятки вот так очень хорошо не креет очень держатся круглые поверхности на их рамота куда вот эти шестеренки телефон да лучше ставьте обязательно на беззвучный режим уроков вот так что это упражнение прием вообще очень хорош постараюсь его применять где угодно вот например видите выделяется достаточно кугла часть можно и тоже так вот шестеренки пройтись и самой лапа леопарда это прямое движение до прямой туда заводить заводить делаем кулачок включаем вибрации по 35 глибной мышцы если помните трапецию почему-то многие считают что она только здесь на самом деле она идет вот отсюда аж шестого или восьмого грудного позвонка и загибается вот туда и делят обычно визуально либо на две части задняя часть и передняя да ну либо там нижняя и верхняя либо вот отдельно передняя часть средняя часть это вот это вот которых лопатки едят самок болючие самую и сама зажатая бывает именно от сверху отростков вот отсюда идет позвоночника от черепа такая шишечка у черепа есть вот небольшая от нее идет вот это вот такая вредная мышца и нижний участок остается всем же самого большого длинный треугольник получается ну помните ирсалон да так что в общем всю эту мышцу мы обрабатываем вот такой вибрацией от центра периферии старая заходить вот туда под лопаточку размяли положили обе руки под голову и в принципе ну отдельно когда заказывают отвечать да можно делать на массажной кушетке сидя сбоку например данного или положившись либо на стул блогатюшись на спинку стула либо на рабочее место просто на столе у нас есть в альфа-топ такая выездная группа который в офисный массаж делает сам заказываться совершенно воротниковую зону и мы выезжаем прямо отдел бухгалтера человек 20 лет вот сидит да вот сегодня на самом столе на рабочем месте не отходя как бы отказ там же делаем здесь не ходят кассы вот он положил руки сразу же начинаю шею массировать то есть я не перехожу это вот принцип экономики минимум движения минимум развращения вокруг человека а так он не бывает пришел один не один иногда приходит после классического массажа и вот он бегает смутиться ногу с отсюда отсюда это отсюда сначала голову потом ягодицы туда-сюда вот так бегать на стола но глупо грубо говоря он тратит время пациента на то чтобы вокруг снова несколько раз обойти сами понимаете поэтому вот прям сразу положили да сразу схватили вот эти шейные мышцы большие да и вот такой прием он все показывал вот так вот это делаем пальцами вот так вот как бы делаем из пальчика ну так и друг на друга вот эти сосцевидные отростки вокруг черепа мелко-мелко-мелко-мелко-мелко-дробно прорабатываем уже почувствуется тепло приятно потом захватом большую группу мышц и потихонечку спирали видно ну сколько хватит у вас руки сделать количество спирали в общем-то неважно 1 2 3 и стараясь зависеть руки вот туда опять по 30 передную мышцу видите вот туда вот это уважают пальчики помогаю далее берем всю эту группу мышц обоими руками захватываем точно подковой да и друг другу так ты растягиваем ну вот этот прием показал с этой стороны тоже не переходим другую сторону также можно сделать сейчас показывает вот просто вот такой захват либо одной рукой может достаточно сильно дожать и довести до того места где он соединяется лопаточная ось помните да вот найдет взял как можно выше шейком насколько сквозь руки вот теперь переход переходя сюда дел